В так называемых дистрибутивных технологиях, которые сейчас появляются, то, к сожалению, перспектива такова, что я пока не вижу места банка. Я долго думал, есть ли хоть одна функция, где мы можем как-то себя задействовать. То есть, в принципе, все функции, включая функцию CEO, они абсолютно постепенно заменяемы алгоритмом. Дистрибутивные технологии, а-ля блокчейн, там есть пока еще какое-то количество нерешенных проблем, но пока не видно нерешаемых проблем. Вот они могут привести просто к тому, что банковская система станет одноуровневой. То есть, центральный банк и все. Мы все открываем счета центральной банки, а дальше делаем техники. Причем один на весь мир, да, центральный банк. Поэтому, в общем, по-честному говоря, я себя готовлю к такому будущему. И, вы знаете, я не уверен, что на похороны банковской системы придет очень много людей, значительно больше, чем на похороны премьер-министра Черчилля. Я не знаю людей, которые очень сильно любят банки. Я сам люблю банки. Когда я пришел в Сбербанк, я сказал, ребята, я страшно не люблю банки и банкиров, поэтому нужно сделать все, чтобы научиться удовлетворять услугу таким образом, чтобы клиент даже не знал о нашем существовании. А когда к нам нужно приходить и еще сидеть в очереди, чтобы за собственные деньги получить услугу, то это, извините, нас долго терпеть не будет. Поэтому нам надо бегом бежать впереди клиента, для того, чтобы постараться удовлетворять его запрос так, чтобы нас было не видно и не слышно. И к этому все идет. Но похоже, что то, что делает сейчас блокчейн, может привести к тому, что мы исчезнем с карты. Так, кстати говоря, как и многие другие бизнесы. Это совершенно нормальная история.